С наступлением нового года в Белокаменном активизировались мошенники, отмечают правоохранители. Зачастую в ход идут уже проверенные способы обмана. За январь текущего года в управление МВД Украины в городе Севастополе поступило 91 обращение граждан о совершении в отношении них мошеннических действий. В том числе поступило 7 обращений граждан о мошенничествах под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. Из 7 в 4 январских случаях телефонного мошенничества средства были переданы злоумышленникам. Звонки осуществлялись в разное время суток, как на мобильные, так и стационарные номера. Сумма ущерба общая составляет 24 тысячи гривен. Хотелось бы обратиться к гражданам в случае поступления таких звонков, быть рассудительными, сразу же при необходимости позвонить в органы милиции по телефону 102, но ни в коем случае не перечислять и не передавать курьерам денежные средства. Еще осенью прошлого года Виктор Иванович стал жертвой мошенников, поверив, что беду попал его сын. Осознание своей оплошности пришло уже после того, как указанная сумма была передана звонившим. Мне 66 лет. Позвонили поздно вечером. Сказали, сын попал в аварию. Сыну 28 лет. Ну, я из-за нервничал. Они говорят, чтобы разрулить ситуацию, необходимо 8 тысяч гривен. Деньги пришлось искать быстро. Даже не подумал сына перезванивать. Собрал деньги. Они сказали, встретимся в парке. Пришел в парк. Подошел мужчина. Ну, я ему и отдал эти деньги. Потом только подумал, чему сыну не позвонил. 28 января Ленинский районный суд вынес приговор одному из курьеров, забиравших деньги. Вердикт – три года лишения свободы. Однако, суровость наказания не останавливает злоумышленников. Среди других – форм мошенничества, процветающих в нашем регионе, обман при осуществлении покупок в интернете, воровство телефонов. Суть данного вида мошенничества заключается в том, что к гражданам, как правило, это несовершеннолетние дети, обращается мужчина, либо парень, с просьбой осуществить телефонный звонок и под видом разовора удаляется с телефоном потерпевшего. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не действовать сгоряча. Если преступникам все же удалось воспользоваться доверчивостью граждан, советуют как можно быстрее обращаться в милицию. Олег Савченко, Виктор Кислицын. Программа «Наше время».